На шахматной доске различные фигуры обладают различными возможностями. Одной, например, чтобы перейти с края доски на противоположный, требуется всего один ход, а другой для этого нужно несколько ходов. Некоторые фигуры ходят по полям только одного цвета, другим же предоставлены все 64 поля. Ферзь, расположенный в центре доски, контролирует 27 полей, а конь только 8 и т.д. В теории и практике шахмат установлена сравнительная сила фигур, которой следует руководствоваться во время партии, особенно при обменах. Эта таблица наглядно показывает ценность, силу всех шахматных фигур в цифровом выражении. За единицу меры сравнительной ценности шахматных фигур принадлежит считать самую слабую фигуру – пешку. Особо следует оговорить ценность короля, которая в силу исключительной его роли несравнима с ценностью любой другой фигуры. Вначале король не принимает активного участия в борьбе. Сила короля проявляется, когда с доски исчезает большинство фигур. К концу игры король превращается в активную фигуру, и умение играть королем приобретает решающее значение. Когда один из партнеров отдает свою фигуру за равноценную неприятельскую, то такую операцию называют разменом. В нем с обеих сторон могут участвовать не только одноименные фигуры. Более быстрому усвоению соотношений фигур по их силам вам поможет эта таблица. Например, можно без ущерба менять ферзя на две ладьи или три легкие фигуры. Легкие фигуры – это общее название для слона и коней. Допустим также размен коня за слона или наоборот. Можно менять ладью на слона и две пешки и так далее. Шахматистам необходим специальный язык для хранения и обмена информацией. Особая система записи расположения фигур на шахматной доске, а также шахматных партий и их фрагментов, называется шахматной нотацией. Ранее мы рассмотрели систему обозначений полей и фигур. Зная, как обозначаются поля и фигуры, легко сделать запись любого положения на шахматной доске. Запишем, например, расположение фигур и пешек в начальной позиции. Для этого к сокращенному обозначению каждой фигуры присоединяется обозначение поля, на котором она находится. Например, король Е1. Принято сперва указывать расположение белых, а затем черных. Сначала пишется положение короля, затем ферзя, ладей, слонов, коней и пешек. Одинаковые фигуры записываются в порядке их расположения от вертикали А к вертикали H. Как видите, сначала записана ладья А1, а потом H1. А при нахождении на одной вертикали от первой к восьмой горизонтали. Этой диаграммой можно воспользоваться для иллюстрации записи фигур на доске. Белые. Король D4. Ферзь А4. Ладья С6. Ладья Е5. Обратите внимание, одинаковые фигуры записаны в порядке их расположения от вертикали А к H. Слон G4. Конь С3. Пешки. Б5, D5, F4. Черные. Король С8. Ферзь D8. Ладья H4. Ладья H7. В данном случае одинаковые фигуры расположены на одной вертикали. Сначала записывается та, которая ниже. Слон F6. Конь D4. Пешки. B6, C7, D6. Не представляет сложности и запись целой партии. Так как любой ход есть перемещение фигуры с одного поля на другое, то при его записи указывается первоначальное поле F1, то есть поле, на котором фигура стояла, и поле, на которое фигура пошла, C4. Для большей наглядности впереди принято ставить сокращенное обозначение фигуры, а между обозначениями полей ставится тире. Если вместо знака тире стоит двоеточие, это означает, что одна фигура бьет другую. Например, конь ходит с поля F3 и бьет пешку на поле E5. Цифра впереди означает порядковый номер хода. При ходе пешкой ее сокращенное обозначение P опускается. Например, E2, E4. Если пешка достигает поля превращения, белая восьмой горизонтали, черная первой, то после обозначения хода вставится сокращенное обозначение фигуры, в которую превращается эта пешка. Например, H7, H8, ферзь. Короткая рокировка обозначается так, а длинная следующим образом. Условное обозначение шаха – знак плюс. Условное обозначение двойного шаха – два знака плюс. Условное обозначение мата – косой крест. Он ставится сразу же после записи соответствующего хода. В шахматной литературе, в книгах и журналах применяются и другие условные обозначения фигур. Вместо сокращенных буквенных обозначений фигур печатаются изображения, символы шахматных фигур, что позволяет шахматисту любой национальности понимать шахматные записи. В записи партии важно зафиксировать ходы белых и черных к той последовательности, как они были сделаны на доске. Ходы нумеруются. Номер хода от обозначения хода отделяется точкой. Ход белых и черных считается за один ход. Запись ходов может вестись в столбец. В таком случае ходы белых пишутся с левой стороны, а ходы черных – с правой. Или для экономии места – в строчку. При рассмотрении какой-либо позиции счет ходов ведется с первого хода, если предшествующие ходы неизвестны. Если анализ позиции начинается с хода черных, то вместо отсутствующего хода белых ставятся три точки. В шахматной литературе часто вслед за записью того или иного хода дается его объяснение, оценка, критика, словами или значками. Это так называемые примечания или комментарии. Здесь приведена малая часть символов примечаний, которые могут вам встретиться по ходу изучения. Система записи партий, с которой мы только что познакомились, носит название «полные». Наряду с ней применяется и краткая, сокращенная нотация. Суть ее в том, что, разыгрывая партию, мы знаем, на каком поле стоит фигура или пешка. Поэтому после номера хода записываем только название фигуры и поле, на которое она пошла. Например, запись этой партии в сокращенной нотации будет выглядеть так. Остальные знаки при краткой нотации сохраняются, кроме случая, когда бьет пешка. Например, запись хода взятия черной пешкой белого коня будет выглядеть следующим образом. В краткой нотации пишется буква вертикали, на которой она стояла, и буква вертикали, на которую она перешла в результате взятия. Если на одно и то же поле могут пойти две одинаковые фигуры, два коня или две ладьи, то после обозначения фигуры добавляется еще одна буква той вертикали или цифра той горизонтали, с которой данная фигура идет. Например, любая ладья черных, А5 или H2, может пойти на поле H5. Если ход делается ладьей А5, то краткая запись хода может выглядеть так. Сокращенная нотация требует меньше места и времени для записи. Однако на первых порах она менее наглядна, и пока не пришел определенный навык, чревато появлением ошибок и неточностей. Поэтому мы в дальнейшем будем пользоваться... ... ... ...